Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня предлагаю вам применить некоторые знания на практике и в то же время начать изучение дебютной базы ситуации третьей, то есть способы ранней игры, раннего развития, какие могут быть варианты, ответвления и так далее. На эту тему, конечно же, должно быть не одно видео и этим предлагаю начать. И сегодня рассмотреть, наверное, самый популярный дебют, но тем не менее не самый простой, это раннее развитие через войну, то есть ранний милитаризм, вынос ближайших соседей, назвать можно по-разному, но суть от этого не меняется. Перейдем к делу. Чтобы нам немножко спланировать наше начальное нападение, нужно взглянуть на ветку технологий древнейшего мира и, в частности, на атакующие юниты, то есть выбрать юнит, которым будем атаковать. Кто у нас есть в древнейшей эпохе? Есть мечник, есть боевая колесница, всадник, лучник и еще юнит древняя кавалерия, который выпадает после постройки статуй Зевса, но про нее будет отдельно, обязательно. Рассмотрим каждый юнит по отдельности и, так сказать, преимущества и недостатки. У нас есть лучник с параметрами 2-1-1 и одной защитной бомбардировкой, то есть если на стек нападает, в котором находится лучник, он может перед атакой выстрелить во вражеский юнит и снять ему одно хп, потому что у него силы бомбардировки 1 и rate of fire 1, то есть один раз он стреляет. За 20 щитов. Какие у него преимущества? Он дешевый, у него достойный параметр атаки для древнейшей эпохи, то есть их может быть много с хорошей атакой, но он практически беззащитен. Защита минимальная 1 и очень медленный, то есть движение тоже минимальное 1, поэтому лучником можно работать только на маленьких картах, там 1 на 1, 1 на 2, тогда можно задавить лучниками. Но, честно говоря, на больших картах он просто не успеет дойти, скорее всего, и плюс будет очень сильно умирать от вражеских атак. Ну, я сейчас так все это скажу, потом уже на практике, можно сказать, мы в этом убедимся. Далее, у нас есть боевая колесница обычная, с параметрами 1-1-2, но сразу тут преимущество очевидное. И ей еще нужны лошади. То есть у нее атака и защита минимальные, но при этом она сравнительно быстрая, но при этом она не может, как тут и правильно написано, в джунгли, болота, горы и вулканы заезжать без дорог. Но на вулканы в любом случае, потому что на ней дороги построить нельзя. То есть тоже юнит, честно говоря, слабоватый сам по себе, но у нее есть уникальная версия. Тут надо еще не забывать, что есть уникальные версии у других государств. В частности, боевая колесница Египта уже имеет на одну атаку больше за те же 20 щитов. И вот это уже гораздо интересней в плане атаки. То есть боевую колесницу просто я не рекомендую использовать, а рекомендую боевую колесницу египетскую использовать вполне можно, если у вас открытые территории. Плюс у Египта есть трейд индустриальный, как мы разбирали в видео про особенности наций. То есть они могут быстро строить дороги. Соответственно, быстро построили дороги, по этим дорогам быстро доставили свои колесницы и атаковали. То есть юнит быстрый, дешевый, с хорошей атакой, с плохой защитой, но он может отбежать. Как любой быстрый юнит с передвижением больше, чем один, он может отбегать. Опять же, будет продемонстрировано обязательно. Но требует лошадей, что очень важно. То есть, в принципе, боевая колесница юнит очень достойный. И есть еще хетская боевая колесница. Честно говоря, 2-2-2, но за 30 щитов. Плюс у них нет индустриального трейда, то есть они не могут быстро строить дороги. И это уже выглядит слабо, потому что слишком дорого. При этом защита им особо не нужна, потому что они все равно будут умирать. То есть, если бы у них было 3 атаки за 30 щитов, это было бы гораздо интереснее. Но, в общем, этот юнит гораздо слабее. И я его также использовать на начальных этапах новичкам не рекомендую. Далее, у нас есть всадник. Всадник обычный, с параметра 2-1-2 за 30 щитов. И требующий лошадей. Опять же, преимущество очевидное. То есть, это та же египетская колесница. Только она может без дорог по джунглям, горам и болотам перемещаться. Но, все-таки 30 щитов это многовато. Поэтому обычный всадник, это тоже не самый сильный юнит для ранней атаки. Но у него есть уникальная версия у ирокезов. Это конный воин. И это один из сильнейших юнитов в своей эпохе. 3-1-2 за 30 щитов. Это очень сильно. И в древнейшей эпохе этому юниту нет равных практически. И это один из лучших юнитов для ранней атаки, соответственно, который существует. Поэтому очень рекомендую. И мечник. Финальный юнит. Классический мечник. Имеет параметр 3-2-1 за 30 щитов. И требует железа. Это, наверное, сильнейший юнит, который доступен всем государствам вообще в игре. Потому что огромные атаки, статы атаки, хороший параметр защиты за 30 щитов. Но требует железа. А железо, как известно в третьей цивилизации, довольно-таки редкий ресурс. Поэтому, но в целом мечник это, что называется, в среднем отличный юнит. И любое государство может его использовать. Поэтому мечник, наверное, но медленный. Да, обычный мечник медленный. И у него есть, соответственно, 2, еще 3 уникальных версии. Первая это гальский мечник. Это, наверное, самый такой попсовый, что ли, юнит в игре. Потому что почему-то его очень любят. Все играют за кельтов на высоких уровнях сложности. Это тот же мечник, только с передвижением в 2. Сверхсильный юнит, но за 40 щитов. Но оно того стоит. То есть это наравне с конным воином. Вот гальский мечник и конный воин. Это 2 таких ультимативных юнита, за которые можно вынести любой уровень сложности, на самом деле. Если правильно играть. Опять же, он отбегает. То есть их можно не терять. Не в таком количестве терять, как обычного мечника. В общем, очень сильный юнит. Да, следующий в списке это персидский бессмертный, имеющий плюс одну атаку. То есть 4-2-1 параметры. Он, естественно, пробивает любую защиту, вплоть до мушкетера. Но при этом обладает существенным минусом. Опять же, медленный. Но у персов есть индустриальный трейд. То есть они быстро строят дороги. Опять же, это помогает доставлять их на линию фронта. И последний уникальный мечник, и последний юнит, который мы сейчас рассмотрим, это римский легионер. Плюс одну защиту имеющую. То есть 3-3-1 за 30 счетов, требующий железа. Опять же, медленный. На самом деле, на ранних этапах атака важнее, чем защита. То есть в целом юнит слабее, естественно, чем и гальский мечник, и персидский бессмертный. Но в любом случае, это улучшение стандартного мечника. Поэтому он вполне неплох. Да, теперь перейдем к настройкам игры. И, собственно, начнем пока с партии. Играть мы будем вот на таких настройках. Стандартный размер карты, без варваров. Просто, чтобы не отвлекали, не мешали. 70 пангей, 70% воды. Тут все по центру. Сид можете записать. И, собственно, сгенерировать такую же карту. Но не забывайте о количестве морских наций. То есть, чтобы все нации появились на тех же местах. Помните, что должно быть то же количество морских наций, что и в этой игре. То есть, можете заменить. То есть, например, Скандинавию заменить на какую-нибудь Византию. Но все равно, количество должно быть тоже. Играть будем за Рим, потому что... Ну, почему бы не сыграть за Рим? То есть, довольно-таки хороший у них все-таки юнит. Но при этом ничего особенного. То есть, он не дает каких-то сверх преимуществ, как тот же кельтский мечник или конный воин ракезов. Ну и плюс, приятно сыграть за Рим. В среднем хорошая нация. На, значит, такие правила. Естественно, чтобы нельзя было переделывать битвы. Вот это обязательно нажимаем. Но без культурных переходов. Я, по-моему, уже высказывался по этому поводу. Просто мне не нравится эта механика. Там своя специфика войны начинается. На самом деле, от этого не становится сильно сложнее. Воевать и завоевывать. Просто нужно соблюдать некоторые правила, которые, по-моему, нелогичны. И так работать не должно. Поэтому просто я это выключаю. Значит, нормальная агрессия. И уровень сложности божество. Опять, можно было понише, но, чтобы потом не возникало вопросов, что эта стратегия работает там только на императоре или на полубоге. Сыграем на божестве. Все равно на сиди не будем, потому что это небольшой мазохизм. Все. Сейчас загрузим первое сохранение и рассмотрим старт. Так, загружаем начало игры. Сразу, естественно, отмечу, что я не считаю зазорным, особенно на таком уровне сложности, перезагрузить несколько раз сначала, чтобы получить более-менее приемлемый старт. То есть, все-таки, сложность не маленькая и играть совсем без бонусных ресурсов вначале или там без реки, без какого-то производства. Ну, объективно, зачем, если можно получить нормальный старт и сыграть более комфортно, более приятно. Я надеялся хотя бы на одну пшеницу на лугу. То есть, такое минимальное требование. Ну, тут выпало две пшеницы и одна из них еще и на пойме. То есть, сразу четыре еды. Конечно, приятный старт, но производства на самом деле не так много. Да, я не буду показывать каждый ход, все, что я делаю, потому что это слишком затянет видео. И так начало длинным получилось. То есть, в этом видео мы рассмотрим именно стратегические действия по подготовке империи к раннему завоеванию и, собственно, раннему завоеванию. То есть, сейчас мы перенесем несколько ходов вперед и рассмотрим уже основные моменты из начала игры. Да, перенеслись на 600 лет вперед и ситуация развивается следующим образом. Во-первых, мы встретили первого оппонента Испания и тут, конечно, нужно было бы, чтобы уже был гайд по, так сказать, трейду технологий, вообще обмену с компьютером. Но прежде скажу, что, естественно, с компьютером надо меняться в любом случае. Если у вас что-то есть, нужно хотя бы что-то у него получить. То есть, минимальное это золото. Он здесь золото за технологию всегда отдаст. То есть, лишним не будет, а он в любом случае эту технологию получит. Но мы говорим сейчас про достаточно высокие уровни сложности. На низком можно, конечно, сохранить преимущество, но все равно. Компьютеры всегда хорошо торгуются между собой. То есть, когда они встретят кого-нибудь другого, они с ним поторгуются. А ты останешься без денег и без технологий. Но в нашем случае мы можем выторговать еще и обработку бронзы. Потому что обработка бронзы нам нужна для срочинения железа. Поэтому, в целом, рассмотрим путь технологий. Нам нужно увидеть железо на карте, чтобы строить легионеров. Соответственно, нам нужно открыть обработку железа. То есть, мы идем к обработке железа, но не на максимальной скорости, потому что нам, в принципе, не так важно быстро открыть железо. Мы пока... Нам нужно разведать, нам нужно построить хотя бы один-два города. Торопиться не надо, а сохранить некоторое количество денег с этого можно. Но, в любом случае, если есть возможность получить обработку бронзы и ускорить путь к железу, то почему бы этого не сделать. Если мы попробуем еще взять 10 золота сверху, он тоже дает. То есть, замечательно. Ну и проверяем, что у него нет золота в ход. Его не будет, потому что они все тратят на науку. Поэтому такой обмен вполне хороший. Какие у нас положения по началу игры? Мы строим 2, 3, 4 война обязательно и производим разведку местности первичную. Это критически важно, потому что нам нужно увидеть железо, нам нужно увидеть оппонентов, нам нужно увидеть к ним подход, куда ставить города и так далее. То есть, разведкой надо заниматься в любом случае. Ну и, соответственно, рабочим обрабатываем территорию, не забываем о балансе, то есть, не надо все в еду. То есть, мы знаем, что тут мы не можем поставить, соответственно, шахту. То есть, тут мы в любом случае ставим ирригацию, на этой пшенице поставим шахту, чтобы чуть увеличить производство. Не забываем про штраф деспотизма, о котором я говорил много раз. То есть, на этой клетке, когда у тебя уже есть 2 еды и 1 производство, не имеет смысла ставить ирригацию, потому что она добавит третью еду, но третья еда улетит в штраф деспотизма. То есть, тут имеет смысл ставить только шахту. То есть, на всех лугах стоит ставить шахту. На самом деле, есть такое правило, негласное, что ставь шахты на зеленых клетках и ставь ирригацию на коричневых клетках, то есть, на равнинах, на пустынях. Особенно в начале игры, вообще не имеет смысла ставить шахты. А на лугах не имеет смысла ставить фермы, потому что, ну, эти, ирригацию. Потому что это все улетит в штраф деспотизма. Но есть только одно исключение. Основное исключение, когда сахар находится на клетке пустыни, его надо ставить на нем шахту. Потому что в этом случае не имеет смысла ставить уже ирригацию. Но это уже такие, так сказать, замудренные темы. Можете пока в это не вникать. В общем, мы строим воинов. Три штуки хотя бы. Разведываем территорию. Одного можно оставить в столице, чтобы в качестве военной полиции, то есть, чтобы меньше тратить на довольство в этом городе. И потом мы строим поселенцы, ставим второй город. То есть, переносимся еще на несколько ходов вперед. Да, прошло еще 600 лет. Мы встретили еще две нации. Скандинавию и Россию. Потраговались с ними в силу возможности. Поставили второй город. Опять же, я не хочу сейчас очень подробно рассматривать постановку городов и так далее. Просто в общих положениях скажу, что если вы играете за сельскохозяйственную нацию, агрокультурную, то, естественно, в приоритете ставить города на реке. Мы играем за Рим, то есть, за не сельскохозяйственную нацию. Соответственно, этим можно... То есть, ставить города на реке все равно хорошо, на воде, то есть, на реке и на озерах. Потому что акведук им не потребуется в будущем. Но за обычную нацию это не так важно. Поэтому тут второй город поставили сюда, потому что это в сторону нашего первого оппонента примерно. То есть, скорее всего, это будет Испания. А вот мы уже видим... Ну, вот тут мы видим границы Испании. То есть, она внизу. То есть, в сторону оппонента надо ставить города. Примерно плюс тут ресурс роскоши, плюс тут неплохое место. То есть, ну, по таким критериям. Более подробно сейчас не хочу углубляться в это. И, соответственно, давайте вам расскажу примерно, то есть, какие цели именно этого дебюта и как мы его будем добиваться. Наша цель поставить несколько городов в зависимости от размера карты. То есть, 3, 4, 5, 6. То есть, в хороших местах. У нас нет цели сейчас все заполнять городами. У нас нет цели все места вокруг столицы себе взять. То есть, производственные центры сделать. Потому что мы это сделаем потом. Наша цель сейчас поставить хорошие относительно города в сторону соперника. Для того, чтобы в них потом поставить казармы, естественно. Мы играем за Рим. То есть, у нас казармы в 2 раза дешевле. Но это не важно. За обычную нацию мы делаем то же самое. И потом построить в них энное количество воинов. Штук 15, 20, 25. То есть, большое количество ветеранов-воинов. Потом подкопить деньги. К этому времени подсоединить железо. Где-нибудь его найти или отвоевать. И, соответственно, быстро проапгрейдить наших воинов в мечников. И получить сразу, в нашем случае в легионеров. И получить сразу ударную силу. Серьезную. То есть, из 10-12 мечников. Которых уже вполне достаточно, чтобы сломить ближайшего оппонента. И параллельно мы будем еще строить, все еще строить армию. Соответственно, почему в начале игры атаковать компьютеры это настолько эффективно? Потому что компьютер очень сильно фокусируется на экспансии. То есть, он постоянно строит поселенцев. Он пытается строить поселенцев каждый раз, когда город вырастает до трех. То есть, города маленькие. Производства у них относительно немного. И он не строит юниты. Ни защитные, ни атакующие. Практически. То есть, он начинает строить юниты массово, когда уже все места закончились на карте. Соответственно, он уязвим в начале. И если в начале есть 10 мечников, то этого вполне хватит. Даже на божестве. Чтобы вынести ближайшего оппонента. Все. Наверное, прыгаем дальше. И рассмотрим игру. Итак, переместились еще на 450 лет вперед. Конечно, видно, что компьютеры довольно-таки быстро захватывают пространство. Но нас это не остановит. Мы ставим третий город, в принципе, на единственное логичное место. Потому что сверху уже Скандинавия. Тут, соответственно, внизу пустыня. То есть, тут понятно, что город где-то здесь должен быть. Плюс тут вот неплохие дальше территории в перспективе. Соответственно, продолжаем разведку. Продолжаем. Почти изучили обработку железа. То есть, в принципе, это единственный такой момент случайности. Это именно железо. То есть, либо оно будет близко, либо оно будет дальше. То есть, может быть, в этих где-то горах железа. Тогда нам совсем повезло. Может быть, в этих. А может быть, где-то в этих. И тогда уже будет сложнее. Потому что нам придется строить все-таки лучников. И захватывать первые города Испании лучниками. То есть, а может вообще железа не будет. И, в принципе, тогда можно начинать новую игру. Потому что, ну, половину карт захватывать лучниками мы не планировали. Но если есть цель, конечно, немножко запотеть, то можно и так. Поэтому все, продолжаем развитие. Переместились еще на 400 лет вперед. Соответственно, изучили железо. В этой партии игра решила расщедриться на железо. Тут раз, два, еще и у Испании лично три. То есть, это на самом деле редкий случай. Обычно железо в цивилизации третий. Мало. И оно как-то неправильно распределено. Ну, сразу же тут разведка. Уже примерно понятная ситуация на карте. Что тут у нас внизу Испания и Россия. Наверху у нас непосредственно Скандинавия. Тут Ацтеки. То есть, примерно, понятно, какие у них территории. Какие ресурсы роскоши. То есть, тут мы не доходим до этого ресурса. Тут уже ресурс захватила Испания. Но она поставила город рядом с вулканом. И, в принципе, рискует быть уничтоженным извержением этого вулкана. В теории. Ну, мы так подгадали. Построили поселенца. Сохранили его. То есть, когда открылось железо. Сразу повели его к железу. Поэтому у нас уже есть город на железе. Сразу же в новых городах мы строим рабочего. Мы строим рабочего. И казармы. Сразу же связываем дорогами. И начинаем строить там воинов. То есть, поселенцев строим только в столице. Но если вдруг у второго города хорошее место по еде, то можно там. Но столица у нас очень жирная. И можем себе позволить строить там поселенцев. Сразу же, во втором городе уже построены бараки. И мы начинаем строить воинов. То есть, по таймингам, так сказать, можете примерно прикидывать. И в третьем городе тоже уже строятся бараки. Все, продолжаем. Переместились еще на 350 лет вперед. И, в принципе, все развивается по плану. Два города уже новые стоят. Бараки строятся, рабочие строятся. Все в порядке. Теперь пришло время рассказать о, наверное, самой важной и проблемной части большинства игроков на начальной этапе. Любой игры, в целую третью. Это технологии. Обращаемся снова к технологическому древу. Происходит то, что даже на сравнительно невысоких уровнях сложности, компьютеры сильно начинают обгонять вас по открытым технологиям. И это смущает. Как ты чувствуешь себя немножко с комплексованной нацией. Когда даже у какого-нибудь монарха, регента много технологий открыто, а вы просто не можете их физически догнать. Происходит это потому, что они, во-первых, имеют более дешевые технологии на уровне сложности после регента. То есть просто быстрее их открывают. И, во-вторых, они постоянно друг с другом трейдятся. То есть они буквально каждый ход, каждый компьютер опрашивает всех других на предмет поторговаться, особенно технологиями. И, соответственно, они друг другу по более выгодным ценам продают технологии. И, соответственно, вы остаетесь в дураках, потому что вам никто не предлагает. С вами они всегда менее эффективно, более невыгодные условия для вас предлагают. Поэтому существует несколько способов выхода из этой ситуации. И первый из них работает на невысоких уровнях сложности. Это до императора включительно, наверное. На императоре уже чуть сложнее. Это открывать технологии, которые компьютер не любит открывать. И с помощью этого, имея на руках дорогую технологию, торговаться со всеми и получать взамен все вот эти дешевые технологии. И, соответственно, возвращаться, догонять всех по технологиям. Какие технологии не любят исследовать компьютер? Это, в целом, деньги, констракшн и литература. Самая низкоприоритетная наука в древнейшей эпохе – это литература. Почему? Это сделано специально, потому что в нем есть чудо света – Великая Библиотека. Великая Библиотека – это необходимое, то есть необходимо, чтобы человек ее мог построить в этой игре, потому что на высоких уровнях сложности, по сути, это единственный способ пройти древнейшую эпоху. Потому что она дает бесплатную технологию, если она известна двум другим цивилизациям, которые известны вам, то есть которых вы встретили. И устаревает она в образовании. То есть, кстати, во второй циве она не устаревала до конца игры, и можно было построить Великую Библиотеку, и все, выключить исследования и заниматься войной, при этом быть передовой нацией до конца игры. И тут, конечно, немножко это приведено в баланс. Достаточно дорогое чудо по производству, но построить его вполне реально даже на сиде, и опять же, это сделано специально. Но Великую Библиотеку можно не только построить, но и завоевать, то есть взять город, в котором она находится, и тогда она точно так же будет у вас работать, как и нормальная Великая Библиотека. Ну и третий способ, в принципе, догнать по технологиям, тоже больше работать на низких уровнях сложности, это при заключении мирного договора, если вы взяли много городов у соперника, потребовать технологии. И они, скорее всего, вам много чего отдадут. На более высоких уровнях сложности они уже гораздо меньше технологий отдают, и этот способ менее рабочий. Напомню, что вот эти вот зачеркнутые кружочки, значит, что эти технологии не нужны для продвижения в следующую эпоху. Но они, тем не менее, очень важны, то есть республика и монархия, это очень важно, и не надо их ими пренебрегать, то есть торгуйтесь или сами исследуйте. Литература это вообще, по сути, основная наука, особенно на высоких уровнях сложности. Поэтому в этой игре я после открытия железа, в принципе, может, это и даже ошибка, вот анализируя игру после, я иду к литературе медленно, чтобы, может быть, ее построить. То есть, может быть, строить в ликву библиотеку, может быть, не строить, уже как карта ляжет. Но можно ее на высоких уровнях сложности не строить, именно надеяться на захват, то есть на захват города с великой библиотекой. Но, сами понимаете, любой город на карте, любая столица, скорее, на карте может построить великую библиотеку, и она может быть на другом конце карты. И, соответственно, тогда будут проблемы, потому что придется каким-то образом завоевывать всю карту, находясь в древнейшей эпохе, либо уже самим исследовать технологии. Поэтому все, продолжаем развитие. Копим воинов, уже вот 6 штук готовы, строятся новые, и все во второстепенных городах. То есть, столица у нас занята только поселенцами. Опять же, потому что позволяет еда. Все, продолжаем. Да, еще 400 лет прошло, все развивается согласным планам. Хотелось бы указать несколько моментов. Первый, когда вы посоедините железо за дорогой, то потеряете возможность строить воинов, то есть только уже мечников. И, во-вторых, по поводу еще раз строительства великой библиотеки и в целом золотого века. Опять же, напомню, что при золотой век может быть один раз за игру у каждого государства. И он наступает в том числе при первой победе вашего уникального юнита. Соответственно, это уже минус всех уникальных юнитов в древнейшей эпохе, потому что золотой век будет, если вы будете использовать их, будет в древнейшем мире. А это значит, что вы будете в деспотизме, а это значит, что огромное количество коммерции, производства вы потеряете на штраф деспотизма. То есть больше двух чего-то на клетке, и один из них улетает в штраф деспотизма. И, к сожалению, это данность, с которой придется мириться, но, с другой стороны, все-таки бонус какой-то вы получаете. То есть тут, например, будет плюс одно производство, тут будет плюс одно производство. То есть, используя это, можно, в принципе, использовать как раз золотой век, чтобы построить ликвую библиотеку. То есть начать войну, а скоро война по-любому начнется, то есть у меня уже копятся деньги, и, соответственно, я готов первых трех легионеров уже улучшить, и они будут довольно быстро прибавляться. Плюс сейчас я буду строить уже легионеров с нуля. Соответственно, начав войну, параллельно столица может начать строить ликвую библиотеку, и даже на божестве неоднократно это удавалось сделать. То есть ничего страшного в этом нет. То есть, например, если сейчас... А, война уже началась, правильно, я забыл об этом сказать. Я, так сказать, вынес осуждение за то, что они ходят по моей территории, они мне просто объявили войну, подписавте в самом себе смертный приговор. И это, кстати, еще лучше, когда не вы объявляете войну компьютеру, а он как бы объявляет войну вам. То есть сейчас я спровоцировал Испанию, чтобы она мне объявила войну. Соответственно, в глазах других компьютеров я не вармонгер, а наоборот она вармонгер. Но то, что я ее после этого завоюю, это неважно. То, что я одержал победу, как бы напала она на меня. И еще один тип, так сказать, при нападении на компьютеры нельзя ни в коем случае, как бы, чтобы войска уже стояли здесь. То есть на его территории, например, около городов. Потому что это сразу огромное негативное влияние со стороны других компьютеров. То есть они с вами буквально перестанут торговать абсолютно, потому что это как бы лютое вармонгерство. Заходить просто военными юнитами и становиться рядом с городами на позицию и сразу атаковать и брать город. Это можно делать только с последним предпоследним оппонентом, когда уже, собственно, вся карта ваша и победа ваша. Но с первым оппонентом ни в коем случае так делать не надо. Особенно на высоких уровнях сложности, потому что вы все равно параллельно будете торговаться за ресурсы роскоши, за деньги и так далее. То есть, по сути, это потеря всей торговли, если вы это хоть раз сделаете. Поэтому, да, на это стоит учить внимание. Но, собственно, уже началась война. Я, наверное, буквально один-два раза еще покажу. Вынос Испании. И на этом закончу. Потому что, в принципе, начальное развитие на этом и заканчивается. Решил я все-таки завершить в один показ, потому что, на самом деле, прошло еще 510 лет и показывать абсолютно нечего. То есть, Испания буквально ничего не могла сделать. А мои армии легионеров, то есть, у них не было никаких, естественно, всадников. Там два мечника, три мечника. Но это, естественно, не соперники. Ну, в принципе, потом будет видео по военным действиям отдельное. Поэтому не буду заострять внимание. Ну, в общем, да, через 510 лет берется столица Испании. И, собственно, на этом вынос заканчивается. Что можно сказать далее? То есть, как вы видите, уже компьютеры перешли в следующую эпоху все. Я, естественно, даже не стал добирать литературу. То есть, решил уже удариться в войну и Великую Библиотеку захватить. Если это вообще понадобится. Ну, как бы, делая анализ начала, можно сказать, что у меня 22 легионера, 32 воина. То есть, сейчас достаточно золота для еще массового апгрейда. То есть, очень большая армия. То есть, даже по сравнению с Скандинавией, если тут написано, что сильная армия, это значит, что вынос без шансов. Правда, тут очень плохое, очень плохое стыдно условие. Они построили Великую Стену. Они построили статую Зевса, о которой я, наверное, все-таки не буду в этом видео уже говорить подробно. Но статуя Зевса производят древнего кавалериста, который является очень сильным юнитом. Можно сказать, излишне сильным для древней эпохи и воевать с тем, у кого есть достаточно продолжительное время. То есть, он был построен в 1790 году, а еще 690. То есть, прошло больше тысячи лет. Уже больше тысячи лет эта статуя Зевса производит кавалеристов каждые, по-моему, 5 ходов. То есть, их довольно-таки много. Они и защищаются, и нападают. То есть, это кошмарные юниты. То есть, против Скандинавии сейчас воевать, в принципе, нет смысла. Потому что у них и стена, и это. Но, с другой стороны, у нас есть Россия, у нас есть остатки Испании, которые мы добьем. В это время мы будем наращивать свою армию, естественно. И, забегая вперед, да, в этой игре уж так получилось, что Великая Библиотека будет построена через несколько ходов в городе Санкт-Петербурге. То есть, да, можно сказать, что нам повезло в этом плане. Мы добираем Испанию, добираем Россию, получаем Великую Библиотеку. У нас огромная держава военная. И мы уже без проблем вынесем Скандинавию, заручившись поддержкой, например, Карфагена или Кельтов. То есть, тут не надо, опять же, забывать, что заключать союзы это эффективно. То есть, с двух сторон атаковать тоже Скандинавию. То есть, не надо действовать в одиночку, привлекайте компьютеров. Поэтому, вот на этом предлагаю сегодня закончить. Примерно такой вариант раннего развития. Естественно, их может быть не один, через другой юнит, и на другой нации, используя другие трейты, на другой карте. Но на схопутной карте примерно вот такой вариант. Он очень даже удачный получился. Все. Спасибо за внимание и всего доброго.